Это не вопрос девушки красивая, красивая, некрасивая, худая, толстая, это не тот вопрос. Вся проблема или вопрос в тебе, как в парне, ты выбираешь, ты делаешь судьбу, ты делаешь историю, ты готов выбрать девушку, которую дать тебе Бог, в тебя внутри такая вера, ты застил, Господи, anybody, кого ты мне дашь, я возьму, потому что там перфект девушек нету, идеальных невест нету. И если ты вот это в себе, ты только перфект, только мы правильные, о, мне нужна такая невеста, мне нужна такая невеста, вот она такая, а ты какой? Поэтому, это первое, если ты вот этот вопрос, если у тебя такая, вот ты в веру такую, все, ты, и все, Господи, давай так с тобой договоримся, когда ты пошлешь, хочешь мне поставить жену, пошли мне и дай мне чувствование от тебя, когда увидел, чтобы я знал, что это от тебя, чтобы ты дал мне, что это от тебя. Любовь, как вот такая влюбленность наша молодежная, она температурная, как стартер в машине, она только крут, 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 и мотор завелся. Понимаешь? И вот этот, вот Spark, Spark, вот раз, электричество пошло, раз, тринк, мотор завелся, но для того, чтобы машина ехала, должен двигатель работать, масло должно быть там, там нужно обслуживание, там нужно бензин заливать, там нужно чистить, там нужно постоянно keep eye, понимаешь, вот это твоя любовь. Любовь, это не аккумулятор и стартер в машине, а инжен и все, что там вокруг, вот это, оно со временем, если оно в Боге, от Бога, оно формируется. Ты не идеальный, ты увидишь, ты не найдешь ангела. Найдешь девушку, которая будет не идеальной, у нее будет очень позитивная партс, такая, такая, соф будет такая, perfect, one side, there is so negative from another side. And do your best to get a clean title. Yep. Да. You know what I mean. И это, и... Ну всякое бывает, ну хлопцы поехали, уже женатых брали, уже которые разведенные, женились, а разные ситуации бывают в жизни. Хоть, хоть идеальный образец, идеальный образец, это когда ты делаешь все правильно, как от начала, да, идеальный образец. Ты никогда ни с кем не гулял, не дружил. Почему родители, да, почему отцы наши, деды старые, дураки не понимают, старомодные, не играйте, не гуляйте с девчонками, не водите, с ребятами не гуляйте. Почему? Потому что ты подружил с одной девочкой, подружил два года, потом, ммм, что-то не подходит. И потом ты находишь свою жену, женишься на ней. И она знает, все знают, что ты гулял с девчонкой два года, дружил. И это эффект ее филинг, торзю. Она будет чувствовать, как будто ты себя уже кому-то отдал, твою любовь, понимаешь? Она будет чувствовать вот это вот, это, это софт, понимаешь, почему я говорю, быть друзьями, в семье можно, так, husband, wife, друзья, это хорошо. Быть там духовными, там единство духовное, там все вместе, иметь интересы одинаковые, интересное образование. Но вот это internal connection. Это, that's why you have to have marriage. Это то, что тебе необходимо в семье. Она будет, все время будет вот так вот, вот так будет стоять, если ее, допустим, вот так. Ты ее так, она вот так, вот так, вот так, вот так. Потому что где-то что-то ее держит, препятствует. Или ты. И все. И потом ты всю жизнь. Или, допустим, если она, допустим, где-то, этот, допустим, себя растратила, да? Ты будешь, ты ее берешь, вроде вот здесь, а оно не твое. Ну и поймете, будете, когда это самое, семейная жизнь будет, то вы эти все вещи будете понимать больше, глубже. Оно просто частая информация. Хорошо. Это такая тонкая света. Выключай. Господи, ну это ты, или я, может, сатана уже вместе? Раз, Бог.